Собака выглядит в целом отлично, она не очень тяжелая, и она ее ветром тоже не сдувает. Грудь можно обхватить двумя руками. И, собственно, это та основная часть функциональности, о которой мы говорили. Я очень много охотился на лис, и у всех лис я измеряла объем грудной клетки. Самый большой объем был 43 сантиметра. Очень понятно, что если у собаки объем грудьи 60, то прощай охота. Соответственно, функциональности ноль. Начнем с головы. У нас прекрасная голова. Соотношение черепной части и морды очень правильное. Темно-коричневого цвета менделевидные глаза. С очень хорошей обводкой. У такса это тоже очень важный пункт. Потому что, представьте, открытые глаза у собаки. И собака работает под землей. В глаза попадает песок и земля. Это больно, то есть расположение глаз, их форма тоже очень важна с функциональной точки зрения. Очень хорошо развиты губы, плотно прилегающие. Орен, ансатс и халтун. Поставь ушей. Очень правильный. Очень хорошая для нашей шеи. Шея сухая. И это тоже очень важный пункт для работы собаки. К сожалению, в некоторых странах у нас есть собаки с короткой шеей. Это, во-первых, лишает собаку благородства напрочь. Во-вторых, не помогает в работе. Полка должна быть ярко выраженной. Если посмотреть вот эту часть собаки, Вы увидите, как расположена лопатка. И вы увидите длину плеча. Один из серьезнейших недостатков конечностей – это короткое плечо. Мы говорим о таксах сейчас. У тех, у кого эти проблемы есть, естественно, это недостаток. Здесь этих проблем нет. Линия верха собаки. Спина должна быть прямой. Поясница должна быть хорошо развита. То есть, если здесь немножечко поднимается наверх эта часть, это не говорит о том, что спина у собаки непрямая. Очень важен поставь хвоста. Если поставь низковат, это является следствием скошенного группы. Практически все собаки со скошенным крупом автоматически поджимают под себя задние конечности. Эти собаки движения задних конечностей всегда короткие, практически без толчка. А в нашей пародии это одна из самых ужасных ошибок, которые могут быть. Потому что в течение 6-8 поколений это убрать не получается. не получится. Здесь у нас, здесь мы видим прекрасные углы задних. с очень правильные углы. Прекрасные скакалки. Лапы передние и задние закрыты в комке. Судя по экстерьеру, потому как собака слажена, она должна прекрасно двигаться. Вы видите, что собака обладает прекрасным темпераментом. Иначе бы она так не стояла на столе. Что нам необходимо еще проверить у собаки? Это хвост. Мы проверяем каждый позвоночек на предмет подвижности. Очень часто проблемы, дефекты хвоста возникают. Вот в той части хвоста. То есть проверять надо место, откуда хвост, собственно, и начинается. И кончик хвоста тоже очень важен. Три-четыре последних позвонка очень часто срастаются. Другие недостатки возможны. Это короткая грудная клетка. Это может быть от такой длины. И это можно увидеть. Если грудь деформирована, это можно даже заметить. Это было все, что можно было сказать о собаке. Это прекрасный представитель породы такса. И наверняка собака, имеющая очень много оценок отличного. И я так вам покажу. Да. Я хочу говорить о чем. Есть, что можно сказать. Я хочу говорить о том. Вы есть великолепереды. А, окей. К сожалению, я сейчас хочу сказать. Можно я еще кое-что скажу? From an American point of view, that's a gorgeous bitch. And she is not totally different than what you would see in many good dachshunds anywhere. She is a gorgeous bitch. Look, she is a FCI-голдина. No, this is really, I give you absolutely right, she is, in the substance, really outstanding. And what many things by the American dachshunds are absolutely super. They mostly have an absolute fantastic top line, or the movement from behind is many times better than the movement by our dogs. So it's not that I like to say that our dachshunds are better in the construction than yours. I don't want to say that our dogs are better than yours, but when they are too heavy, and they have this chest like too much, and they can't really work. But what I'm saying is that there are many good judges in the United States who would appreciate this bitch as being absolutely correct. Absolutely. Oh, yeah, she's beautiful. Now, the Irish dachshunds, yes, that you bring the hair by the long hair, this is, again, it's a functionality. When the dog underground fights with the fox, and the fox comes here, and they have this fine hair, the chest hair on the mouse, and he comes to the long hair and he bites. Then he bites him not full in the neck. When you cut the hair, when you cut the hair, the fox bites him directly in the neck. Therefore, we cannot accept this trimming from the hair on the neck. I agree. Of course. No, it's a question. But the legs are fine. They are fine. Yes. 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 My colleague said, I would like to give any words to the deep from the chest. That's a whole lot. Thank you for that. The standard says, from the withers to here, is 66 persons and 33 persons from the high from the withers have to be free. Why do we have this? When we hunt with the dogs, they must move the whole day about different grounds. And when the chest is too deep, then they round the tear and they can no more work. This is a great service. This is why we do this. I agree. When you really look at the functionality, many things are absolutely clear. Yes. When we start talking about the functionality, as soon as this happens, many things are completely clear. Yes. We can see here another dog. A young 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 dog. И вот коллеги говорили, что русские приезжают в любую страну, в Южную Америку, выставляют свои собаки. Это свидетельствует о очень положительном моменте. Русские готовы очень много денег в это вкладывать. Они готовы сравнивать своих собак с другими. И русские очень много денег тратят на приобретение хороших собак за бежом. И, собственно говоря, очень понятно, что если ты умный, то у тебя хорошие собаки получатся. Малайзия. Малайзия. Малайзии. Какой? Мальзия. Какой? Ринвольд, Американ, Австралиан и Канадьян. Асх, ну? Ленка, сколько ему? В семнадцатом. Вы говорите, что мы здесь не любим. Вы видите эту историю? И американская линия решила. И также, шея немного слишком прямая шея. Вот сравните с шеей. Видите раньше? Но много раз, когда мы имеем собаки с короткой, это может быть успешно для воспитания. Но, тем не менее, эта собака может очень успешно использоваться в разведении. И она заводчик. И я уверен, что если она приобрела эту собаку, она знает, как ее использовать, чтобы получить хороший результат. Хорошо. Окей. Он спросит о проблеме. Но, как говорится, мы говорим о том, что мы работаем в саду. Очень хорошо. Значит, про такса. Это гладкошерстная такса. Гладкошерстная такса у нас была самой первой собакой. И это известная вещь. После этого у нас появились длинношерстные. И все знают, какие породы примешивались. Немецкие спаниели, кокеры. Это было сделано для того, потому что многие охотники считали, что у гладких вот это место как раз таки очень травмоопасно. И они хотели получить собаку еще более пригодную для работы в норе. Собственно, это же было причиной, почему появились жойстики. Благодаря... Но у длинников не было достаточно злобы. Поэтому появились хвостики злобные. Слушайте, у меня тут голова взорвется. Три человека, говорят шесть. Значит, мы хотели улучшить шерсть собак. И хотели улучшить злобу. То есть повысить злобу. К сожалению, в самом начале, когда становление пород происходило, было утеряно одно очень важное качество, а именно голос по следу. В 50-е и 60-е годы 50% всех жойстиков молчали. И только благодаря правильному подбору пар мы это смогли улучшить. То есть сейчас где-то 1% меньше собак, которые вообще не отдают голос. Возвращаясь опять к твоему вопросу по поводу тримминга шеи. Собственно, для охоты норной лучше всего подходит жойстик. Можно мы вопрос? У нас собаки, которые охотятся? А, у нас с нами барсук. Это я дахс, и это барсбер. У нас собаки, с которыми мы ходили на охоту, на барсука и енота, имеют травмы. Да, маленькие собаки. Только морда и надпровнение. Никогда не бывает травм шеи. Окей, я скажу еще раз. А, что порода в Германии и стандарт написано в Германии, он описывает именно такую шею шею. И у нас будет до 90% крайних собаки поводить на охоту. Но абсолютно для тримминга. И для тримминга. Они сказали, что у него не должны быть лишён, нарушения. Но они говорят, что лишённые не существует. Он говорит, что он не может лишён. Он говорит, что он ест в Азшбер. А, дахс. Да, дахс. Да, если у Барсука нет, то у него здесь нет травм. Это дахс. Он будет травмить. Большая разница. На прикравочной станции тоже мы имеем траву, только морды. Это написано в стандарте, что шея не стрижется, и шерсть на шее должна быть равномерной. Нигде в стандарте не написано, что у длинников шею мы должны стричь. Если вы не шеете на голове, и если вы не шеете на голове, и если вы не шеете на голове, то есть шея красивая бабочка, которая хорошо помидится. Здесь есть вот красивый бак, как шметрик. И выглядит очень хорошо beautifully. нам необходимо все-таки не забывать у нас есть стандарт и у нас есть охота и это основные критерии для такс существуют разные возможности конечно можно чуть-чуть пощипать но полностью шерсть нельзя им штанда в четвертке шрибан мандар в тихар квалитет нить байфлоса кестерным ринг так народ пожалуйста потише потому что мы не слышим совершенно вопроса гестер waren 300 км не будем тер умер нахо 100% Субтитры создавал DimaTorzok 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 Они были... Абсолютно не существует. Мы всегда идем туда, к тому, к чему мы стремимся. И надо помнить, что эти выставки, они для того, чтобы показывать свою собаку. Но в первую очередь это также для того, чтобы показать, как вы развиваете породу. И если нет абсолютных каких-то вещей в разведении собак, это тоже верно в evaluации собак. Абсолютно. И это же реальность. Идеалы также не существуют и в судействе. Как и в разведении не существует, абсолютно, так и в судействе его не существует. There are goals of perfection in both breeding and judging. They're never achieved. Но совершенство само по себе не достигается никогда, потому что оно недостижимо по определению. This lady has a question. You judge a dog in the work class as a walking dog. Then you choose the other class, etc. Then how you judge the work class with the other ones after? For the best man. Mostly in the working class you have dogs, they are good for function, but sometimes they are not so elegant, especially in Europe. Especially in Europe, but the hunters, they present you the dogs not in the best way. You know, we have no hand-in-hand system by us. You know, each people present your dog self. Right. You know, we have no gender system. You know, each person present your dog self. Right. Therefore, at some times, it's not easy. The dogs, what they show, they are very, very nice, but they... They bring not up the quality from the dogs. The most useful, of course, in the standard, everything will bring. That's the reason that you can give the CC for the work class and for the other ones. Yeah. I'm agree. But to the other side, as you have to see, when you have dogs in the working class, that means he is able to do the work what they have, especially by the hunting dogs. Not so much. This is a little bit more different to see than the side-downs, what can run by running. This is a little bit different to see. But mostly in the hunting dogs, the top winner by Germany, by, let me say, the short-hand point of events, there's the big... ...Kleman trial. There are 180, 190 working short-hairs, and the best workers we have at the moment. And then you see also fantastic dogs in the body form and in the role. But if you have a... you have a different mentality. Yeah. In Italy, we have a... you know, very speed. Yeah. And the changes are completely... They show the restraint, the group who is inclined, and it's very different. They are really working. Yes. In Germany, yes. They put a good mentality. And it's very different. They are really working. In Germany, yes. They put a good mentality. But let me say, this is... Also in Germany, there are hunting dogs. It's not older. It's not older than 50 years. The two things that the hunters look... That the body form... The case of the standard. Before. They only select by hunting quality. Right. And the... They... They prefer... Заводчики в Германии отбирают только именно по охотничьим качественным собакам. Они предпочитают только собак, которые охотятся, а как они выглядят абсолютно все равно. И я не говорю, что я не прав. Вчера, я очень удивлен, потому что в России у нас есть праздник для рабочих собак. Хантинг-хантинг, я не знаю. Но в России, 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 в России. Собаки, которые были представлены в этом состязании, а lot of those dogs have been best of breed in the regular show. Они лучшими представителями породы регулярно. Они лучшими представителями породы. Они лучшими представителями породы. И это очень приятно. Даже если это, как она говорит, это федерация, но вы понимаете качество этих животных в специальных мероприятиях. И действительно очень приятно посмотреть на рабочих собак, которые еще и выставляются. Just a question. Let's have a... Ah! The last question, and a break for coffee. I would like to ask a question to Shabella. Shhh, Shabella. I am a spunk breeder. And the function of the pug is a companion dog. The standard says about the weight of the pug. Most of the pugs, as you see in the ring, the maids, they have at least two kilos more. More? No, no. I am loving this. I think the function of the dog is to be able to take it off. But when I had a very nice pack, 8 kilograms... Nothing, no. Too small. Too small. It's not too small. not too small. When you breed a breed that is your breed, if in your heart the way is correct and the type is correct, then you have to do your homework and you only show under the judges that you know will appreciate. No, no, no. You want to know something? I joined the show once and this man said to me, Mr. Seville, I've never gone Winner's dog, Winner's bitch and best of breed with three different dogs in Pekingese. Pekingese said that he didn't get the best dog, the best dog, the best dog, the best dog, the best dog with three different dogs. And he said because his dogs didn't carry a haystack of hair, they had what the standard calls for a ruff on the front and a tail, so that you could see the pear-shaped body. And I said, Mr., you've just shown under the wrong judges. No, no, because you see, I want to just tell you a story, okay? I bought a dog in England, and I said to the man that I bought him from, I want you to teach me how to trim this dog. And he said, you want me to teach you? You're the famous handler. And I said because I want to bring the dog back to America the way he is now. I, this dog, changed the standard. They rewrote the standard. Because when I first got into Poodles, the main part used to be over the foot. And the standard was changed. They had to show the foot. There had to be a certain amount of leg. Now, this dog finished from the classes with five best-in-shirts. And the owner said to me, are you going to bring this dog back to Westminster? And I said, no. And he said, why? Because I said, the judge that's judging the breed was standing right there when Percy Roberts gave me best-in-shirt. And when Percy Roberts gave me best-in-shirt, the judge that was going to judge Westminster was right there. And I could tell by his look that he thought, well, this dog is not even in specialist condition, because it didn't have this much hair. And he said, no. And now I can finish my dog. Because it's, I just want to show you, it's the mentality of the people. Not right. But you'll discover after you show the dog. No, 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 no. No, you can do homework. That dog into that dog워! No! That dog diagnosed. That dog endeared, that dog looked bad in your systeigeria. No!